Ну что, перед вами уже теперь забытый, наверное, мотоцикл, хотя есть еще клуб любителей, клуб фанатов, которые о нем помнят. И это на самом деле чудесная история, и мне всегда был интересен этот мотоцикл, когда я фанател по Yamaha серии XT, TT и прочему. То есть тем самым моторам, которые вот эти вот выходцы из Дакара так называемые. Итак, что перед вами, кто вообще не понимает, о чем идет речь? Перед вами Yamaha SRX 400. Вот, пока что мы ее заглушим и начнем какой-нибудь такой не сильно удивительный, но тем не менее, рассказ. Итак, значит, Yamaha SRX 400. Очень всегда мне хотелось, ну, давно, там, лет 7 назад, когда я еще был молодым, ни хрена не понимающим и так далее, хотела купить SRX. Почему? Потому что, как я говорил, я фанател от Yamaha, от моторов, точнее, Yamaha серии XT, TT. То есть все вот это вот, то, что вышло из Дакара, то, что гипернадежно и так далее. Но потом как-то, ну, отпало желание покупать SRX, в принципе, все это забылось. Но, тем не менее, у меня была Yamaha TT 600. Вот, и в целом все это было интересно. Ну, мотор, если ты настроишь карбюраторы, то был прикольный. Вот. И мне всегда, для меня лично, было интересно, что такое Yamaha Artezia. То есть это XT 400. Мне было просто интересно. Я знаю, как едут 250-ки, я знаю, как едут 600-ки, вот эти Yamaha. Но я не знал, как едет 400-ка. И мне было на этом фоне до безумия интересно. И вот, наконец-то, чисто случайно заехала Yamaha SRX 400. И есть вообще, в принципе, возможность ее посмотреть внимательно и так далее. Во-первых, мотоцикл в прекрасном состоянии для его возраста. Несмотря на то, что мы видим помятый бак, это вот ДТП у владельца случилось. Ну, что поделать, бывает. Мотоцикл выпускался с конца 80-х. И на самом деле он похож абсолютно ни на что. И вообще, в принципе, мотоциклы конца 80-х и начала 90-х, это совершенно две разные школы построения. Мотоциклы начала 90-х, это мотоциклы уже компромиссные. То есть, да, у них есть какие-то технические решения интересные. Да, ну, они надежные, конечно же, были. Но, понимаете, какая штука? Они стали стандартизированными. А вот мотоциклы конца 80-х, это еще не стандартизированные мотоциклы, а просто попытки, ну, компании, неважно, это будет Yamaha, Honda, Suzuki, Kawasaki, делать то, чего не делают другие. И, то есть, вот, сочетать несочетаемое. Честно говоря, вот весь этот мотоцикл мне напоминает две модели. Это Yamaha TDR 250, которая у меня есть, которая продается, а может быть, к моменту выхода этого ролика уже будет продана. Вот она очень схожа по архитектуре с тем, что представляет из себя SRX, именно в плане инженерно-технической мысли, компоновки, как все это вот сделано, насколько это дорого все сделано. И, к сожалению, я никогда, наверное, не увижу вживую, но я тоже одно время хотел себе купить. Это Yamaha SRV 250, обычная, не Ренессия, где маленький мотор, 250-ка, V-образник от Драгстара. Вот, опять же, чем мне это напоминает TDR по конструкторской школе вообще? Ну и по деталям даже. Смотрите, значит, фонарь здесь TDR-овский. Опять же, абсолютно такой же суппорт, как на Yamaha TDR. Абсолютно такое же решение с вот этой вот тягой. Я забыл, как это правильно называется. В общем, суть в том, чтобы при торможении у тебя колесо не прыгало. В общем, вот такая история. Не буду как-то в эти подробности вдаваться, речь не об этом. Вы прикиньте, вот, 80-е годы, 80-е, конец. Мы имеем, еще, Brembo не было так распространено, но у нас есть двухпоршневый суппорт сзади. Именно радиальная скоба, по сути, жестко крепящаяся. Нету направляющих. Нету, понимаете? Вот в чем прикол. Опять же, конец 80-х, вы прикиньте, амортизаторы с рюкзаками. Казалось бы, ну что особенного? Но особенности-то есть. Вы это у кого-то вот еще вот тогда видели? Так мало того, здесь у нас регулировка поджатия еще есть. Жалко, маятник не алюминиевый. Почему-то на тот момент до этого еще не дошли. Тормозная система. Та же самая вот эта вот машинка, которая знакома по старым Yamaha. Точно такая же, как на Yamaha TDR. Удивительно и невероятно, но вот этот элемент, это не пластик, и это не сталь. Это алюминий. Вы прикиньте? Алюминиевые детали. Вот просто сама суть. Насколько это, как сказать-то, дорого сделано. То есть, вот подход на болтах, на вот этих, с наружной части стоит шайба фиксирующая, и с внутренней, чтобы когда вы открутили крышечку, у вас болтики не выпадали. Разве это не круто? По мне это просто невероятно классно. Также на поворотниках, ну вот здесь вот они слетели, ровно как на Yamaha TDR, есть защитные колпачочки вот эти вот на проводку. Потом же это все исчезло, потом просто у тебя из резьбы выходят провода, и на этом все. По низу, насколько все это аккуратно закрыто, нигде ничего не торчит. Есть удобные ручки, чтобы его перетаскивать влево-вправо. Опять же, алюминиевые подножки пассажира, 80-е. Вот, ну, насколько это круто. Здесь подножки водителя, они не просто прикручены к раме, видимо, они шатаются. Они на сайлентблоках, чтобы у вас вибрация не передавалась. Это же круто. Мотор. Мотор это легенда вообще, это Yamaha XT, та самая дакаровская, про которую я говорил. И что я говорил про TT600, начал про то, что если настроить эти карбы, то это гиперплавный, гиперкрутой мотор. Да дело в том, что здесь стоит Dual Carb, так называемый. Вот эта вот, ямаховская система, наркоманская. То есть, у тебя на один цилиндр два карбюратора. Но это тоже не совсем так. То есть, у тебя, по сути, один идет полноценный карбюратор, а второй это огромный ускорительный насос. И в чем, ну, такая себе система в этом, ну, в чем ее отвратительность? В том, что у тебя на малых оборотах на вот этот карбюратор топляк практически не подается. Соответственно, он не подается и на клапана. Сушит маслосъемные колпачки, и в итоге у тебя мотор начинает дымить. Потому что просто маслосъемные колпачки на этой паре клапанов, они дубеют. И, собственно, начинается на холодную, когда он постоит недельку, первый запуск поддымливает. Если ездить каждый день, то ничего не дымит. У меня с моим TT600 такое произошло. Ну, как бы бывает. Но, в отличие от той же X-тихи, в отличие от TT600, здесь в заводе есть масляный радиатор. Конечно же, можно все это поставить и на X-тиху, можно найти крышку от SRX, можно засверлиться, нарезать резьбу. Я все это проходил. Но, так как этот мотоцикл все-таки адаптирован больше под городские какие-то условия, здесь стоит масляный радиатор. Почему этого не было на X-тихе, которое вроде как эндуро и там должно быть, ну, я не знаю, честно говоря. Но вот так. На моторе, в случае с SRX отсутствует стартер. На ранних X-тихах тоже отсутствовал стартер. На TT600 на некоторых модификациях тоже отсутствовал стартер. Потом уже пошла E-версия этих моторов, у них появился стартер. В целом он и без стартера заводится легко. Что 600-ка, что 400-ка. Да, естественно, SRX был еще 600-ый. Правда, я не помню, какой куда. По-моему, я уже забыл. Ну, в общем, SRX 400, допустим, один шел на японский рынок, а SRX 600 шел на европейский рынок. По-моему, логическая цепочка у японцев построена именно так, что на внутренний рынок у них как раз шло с меньшим объемом, чем на европейский. Далее. Выхлоп. Вот смотрите, как он сделан. То есть два колена отдельных входят в одну трубу. Конец 80-х годов. А вам не кажется, что ровно такая же система спустя десятки лет появилась на Yamaha D-версия, Yamaha MT-07, Kawasaki ER6? То есть, где тут у нас располагался глушащая часть и каталилизатор, и выходила лишь маленькая банка по низу. Вам не кажется, что этот мотоцикл малость по своим конструктивным решениям опередил свое время? При всем при этом он сделан дорого. Здесь нет экономии на металле, на каких-то элементах. Тут одна рама произведения искусства. То есть у него расцепляется рама пополам, чтобы вынимать мотор. То есть снимаются куски рамы и с той стороны, и с той стороны. То есть они сделали раму хребтового типа, но при этом рама замкнутого типа, и у тебя отдельно отстегиваются куски, и мотор просто вынимается вниз. Вот, естественно, это те поколения двигателей, которые были сухим картером. Да, здесь, слава богу, масло не в раме, а в отдельном маслобаке, как на ТТ-600. Вот. Но сухой картер, это гипернадежность, гипернеубиваемость. То есть у тебя масло не просто плещется в картере, а оно в постоянной циркуляции, в постоянном, как сказать, распылении, скажем так, на трущиеся детали. Вот. Ну и, соответственно, такой здесь не сильно привлекательный у вида кикстартер. Как-то на эндуро-версиях выглядит все это поинтереснее, но тем не менее. Далее, переходим спереди. Опять же, решения такие же, как на ТДРе. То есть эту конструкторскую школу разработки именно этих мотоциклов тех годов, ее видно, видно, ну просто капец, насколько. Спереди Brembo еще не было, еще не появилась R1 со своими легендарными суппортами. Но уже были радиальные суппорта четырехпоршневые, которые вот стоят на SRX с этим огромным тормозным диском толщенным, как и на ТДРе. Вот оно все уже есть. То есть, понимаете, еще не было 99-го года, не было Yamaha R1 с легендарными суппортами вот этими. А вот 10 лет назад уже был SRX. То же самое решение с крылом. То есть крыло на заклепках, центральный вот этот вот алюминиевый а-ля третьей траверсой. Ну, такая же история на ТДРе. И это, ну, это выглядит красиво, это выглядит дорого. Ну, я не знаю, как описать мне мои ощущения от этого мотоцикла. Но когда ты покопаешься со всем этим вот много, ты понимаешь, вот, ну, где прям вкладывались огромные какие-то инженерные разработки. Где мотоцикл делался, вот, вот именно он создавался, а не просто тяп-ляп там и слепили. Тут еще наклеечки родные вот эти вот целые. Ну, в принципе, стояние у мотоцикла неплохое. Ну, такие мотоциклы, если вы берете, но использовать его на повседнев, это, во-первых, неудобно, наверное, будет для вас. Во-вторых, кощунственно. Это должен быть уже в ранге мотоцикл выходного дня. Кстати, по поводу фары. Оптика фары от Yamaha TTR Raid. На заметочку, если что. От TTR Raid оптика может стоить десяточку. От SRX за полторашечку нахрен никому не нужна. Ну, если в продажу попадается. Удивительные вещи. А теперь обратите внимание на рычаг сцепления. Он не гнутый, он так с завода. То есть, они сделали крепление под клепон, и потом сделали так, чтобы рычаг стал параллельно к клепону. Именно это с завода выгнуто так. Ну, это, ну, это, понимаете, заморочки, заморочки, заморочки. Они везде что-то старались сделать, чтобы не тяп-ляп, а было хорошо. Стандартная для тех лет Yamaha машинка. И здесь тоже рычаг имеет небольшой выгиб. Раньше вот эти вот меня просто, ну, умиляли колпачки на тормозные шланги, которых потом, ну, не стало. Все, это стало слишком дорого и бесполезно. Вот, поворотники. Во-первых, вот прикиньте, в конец 80-х вы видите хоть одну трещину? Вот, с ними можно вот так, вот так, вот так. С ними что угодно можно делать. Да, вилка дыхловатая, конечно. Ну, в целом, вес у мотоцикла небольшой, скорости у него тоже небольшие, поэтому я не вижу в этом никаких проблем. У кикстартера, да, в отличие от Yamaha SRX, ой, SRX, SR400, которая пошла потом, там, тут не надо подводить что-то там, заводить. Здесь делают все для тебя. Здесь есть автоматический автодекомпрессор, от кикстартера, кикстартер взводят, сам тебе декомпрессор Канада открывает, тебе меньше заморочек. Потом, вот эти вот уголки, тоже алюминий. Паук, в отличие от Хонды, например, в RX, которые делают паук из 5-миллиметровой проволочки, здесь они сделали ни хрена себе конструкцию из 10-го кругляка, тоже везде пыльнички, крепление поворотников, все на сайлентблоках, ну, то есть, гораздо интереснее сделано, чем на том же в RX. Далее, далее, вот здесь у нас что? Вот эта вот часть приборной панели, это тоже алюминий. Приборы, это Yamaha TDR, только в отличие от Yamaha TDR, на Yamaha TDR циферблат такой же черный, как и тахометр, здесь же он белый, а так это те же самые приборы. Вилка здесь не просто обычная гидра при всей ее простоте, а она воздушно-масляная, то есть, здесь можно изменять давление с колпачками, ну, то есть, если не пиля, ты можешь накачивать ее и делать жестче. Это, в принципе, история давняя-давняя Yamaha, все, кто знает, что такое и Жорион, в принципе, знакомы и с вилкой такого типа, и с моторами подобного типа. Значит, у него, ну, мы сейчас перебрали пульты, но насколько же они были круче, то есть, у них настолько приятные ощущения от включения, то есть, вот именно плавные, механические, ну, тут нет ничего сверхъестественного, то есть, у него вырубается свет, то есть, первое положение габарит, второе включение фара, ближний и дальний, поворотники, сигнал, ну, ничего интересного. А вот так вот у него исполнен подсос, и прикиньте, подсос не на карбюраторе, а на руле, и это так хитро сделано, на самом деле, и фиксируется, и удобно, но, в общем-то, такое, в плане переборки, конечно, немножко заморочно, но в целом неплохо. Вот, как Эдшука запускается? Вот, Эдшук запускается с кикстартера, естественно, поворачиваем ключ, горит нейтралка, ой, как мне неудобно, еще и в супермодных чудо-шлепках, но, может быть, и запустим. Наверное, мне будет... Ну, надо было газ дать, конечно, но мне было лень. Ладно, сейчас камеру в зубы запустим, чтобы мне было удобно. Итак, а теперь самое главное про мотор. Что я хотел сказать? Хотел я сказать, что этот мотор, ну, дичайше плавный. Он гораздо плавнее, чем та же Yamaha TT600. Вот, здесь, видимо, с карбюраторами все в полном порядке, поэтому никаких проблем нету. И этот мотоцикл, на самом деле, в плане езды по городу, он великолепен. Почему? Потому что, смотрите, мы включили передачу, мы отпускаем газ, ой, господи, отпускаем сцепление, не держим газ. А ты тут как бы и не нужен, потому что оно совершенно прекрасно может ехать само на первой передаче. Дичайший тяговитый мотор. И самое главное, при этом он плавный, нету дурацких рывков. Вот что самое прикольное. Мы едем просто на гиперминимальной скорости, с одной рукой на полусцепление, и ни в чем себе не отказываем. Нету совершенно никаких проблем. То есть, вы представляете, насколько это удобно в городе? Плюс у вас достаточно низкие и узкие клипоны, невероятно тяговитый мотор. И... Ой... Че! Вот, не вру. И супер маленький вес. Вот. Ну, а теперь, ну, во-первых, тахометр, тут все механическое, все тросом. Насколько это, ну, классно сделано все. Ну, а теперь давайте, как обычно уже традиция, камера в зубы, и тут немножко покатаемся. КОНЕЦ На скорости 40 Мы были с вами на четвертой передаче То есть сейчас у нас первая Вторая Третья Четвертая Пятая, но пятая это уже кощунственно Коробка здесь естественно Пятиступенчатая, это еще старая На тот момент классическая схема А теперь по поводу Посадки и удобства Во-первых, я все это делаю С одной рукой, как видите, и разворачиваюсь И все, а по поводу посадки Я ростом метр девяносто И мне удобно Удивительно, да? Мне реально не напряжено Мне очень даже комфортно То есть, ну, аэргономически мотоцикл Тоже просчитан И просчитан не, ну как сказать-то Не как тот усредненно Типа, ну вот, наверное, пойдет А на нем реально удобно Метр девяносто, казалось бы Для такого мотоцикла, ну а это такое себе Но по факту Нет, все прекрасно И на самом деле SRX чем привлекателен И вообще чем крутой У него нету аналогов Вообще То есть, единственный аналог Который у меня в голове представляется Это опять же Yamaha SRV250 Ну то 250 И опять же Это одна марка Другие марки Ничего подобного Не предложили в то время Ну окей Можно как-нибудь За уши подтянуть Хонду Брос Но Оно уже массивнее Оно больше И тяжелее Это немножечко Про другую История А здесь же Именно один цилиндр Который Гиперплавный И ты находишься Ну условно На тот момент Времени В среднем Объеме По мотору Естественно Так что Вот такая вот история Я в целом Не знаю Что еще вам рассказать Потому что И так Наверное Я рассказал Достаточно много Могу лишь сказать Что Если вы задумываете Покупать такой мотоцикл То конечно Покупайте Но Будьте здравомыслящими И понимайте Что Ну если этот мотоцикл Посерьезки Эксплотировать На каждый день Ну какие-то мелкие моменты У вас будут постоянно Вылазить То есть Всего скорее Этот мотоцикл Должен быть Мотоциклом Выходного дня Потому что Ну делайте уже Поправку на возраст В принципе У меня для вас На этом все С вами была Мастерская Панк Мотогараж Я Сергей Панкратов У меня для вас все Всем пока